В интернете стала популярна история о том, как разработчики Fallout 4 увековечили своего фаната в игре. Два месяца назад пользователь Reddit осоздал пост, в котором поблагодарил разработчиков за создание Fallout 4, благодаря которому он смог немного отвлечься от семейной трагедии, потеряться в прошлом году. Но беда не приходит одна, и в тот момент, когда он уже заканчивал прохождение, его брат Эван, который тоже был фанатом игры, попал в отделение интенсивной терапии и вскоре скончался. Разработчики обратили внимание на ситуацию и прислали в ответ посылку с письмом о соболезновании от всей команды, а также несколько плюшевых игрушек, майку, игровой саундтрек и контроллер для Xbox One в стиле Fallout 4. Однако разработчики не ограничились этим и добавили в дополнение Nuka World одноименного NPC, который при встрече с игроком ведет себя крайне доброжелательно, делится своими припасами и предлагает полюбоваться на красивый пейзаж. Это уже не первый случай, когда создатели игр поступают подобным образом. В декабре 2015 года студия Create Entertainment решила навсегда увековечить преданного фаната своей игры Grim Dawn, в которую тот играл до самой смерти. Джон Хэтуэй рассказал историю своего отца, преданного поклонника жанра ролевых экшенов. Ли Хэтуэй фанател Диабло, поэтому без раздумий поддержал сбор средств на разработку Grim Dawn в 2012 году. С тех пор после официального релиза Ли большую часть своего времени тратил на игру, и каждый раз удалял своих персонажей с введением новых возможностей. В ноябре 2015 года Ли скончался от рака легких, однако он до последнего сражался с болезнью и свободное от медицинских процедур время по-прежнему тратил на игру. После смерти отца Джон решил рассказать историю преданности на официальном форуме. История настолько тронула разработчиков, что они сразу решили увековечить память о своем фанате в игре. Дизайнер игры переименовал одного из неигровых персонажей в Protarian Zedley. Под этим ником раньше играл Ли Хэтуэй. «Этот парень очень любил нашу игру и бился с раком долгое время, но я ничего этого не знал до тех пор, пока его не стало. И хотя Zedley, судя по всему, внимательно следил за развитием игры, он редко писал сообщения на форумах, поэтому я ничего не знал. Если бы я только знал, то дал бы Ли доступ к бета-тестированию, чтобы он мог посмотреть на новый контент», рассказал менеджер студии. Фанаты серии Total War наверняка слышали историю о 24-летнем поклоннике стратегии по имени Джеймс, который скончался от рака печени. Джеймс посетил студию Creative Assembly в Британии в июле 2013 года. Организовал все это национальный фонд Willow Foundation, организация, которая исполняет желания людей с неизлечимыми заболеваниями. Джеймс стал первым обычным человеком, который получил возможность поиграть в Рим 2. В дополнение к туру по студии и тесту игры, Джеймс также стал одним из римских солдат в осаде Карфагена. Менеджер Creative Assembly Крейг Лейкок поделился тогда своими впечатлениями от встречи с фанатом. Энтузиазм Джеймса был безграничен. Он задавал умные вопросы и давал стоящие советы по поводу различных возможностей игры. «Когда мне сообщили, что он скончался, я очень расстроился. Я знал его всего несколько часов, однако этого времени оказалось достаточно для того, чтобы понять, насколько сильно он любит наши игры. Он уже никогда не сможет поиграть в Рим 2, но мы увековечили его память в игре. Всякий раз, когда я вижу его, то вспоминаю, каким хорошим парнем он был». Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то поставьте к нему лайк и поделитесь ВКонтакте. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok